Продолжение следует... Есть родственники и на территории Белоруссии, и на территории России. Я живу в Украине почти два года. До этого неоднократно я сюда приезжал и где-то поработать, отдохнуть. Провел здесь много времени и знакомый, поверьте, с большим количеством замечательнейших людей. Я говорю по-русски. За все это время, что я здесь был и говорил по-русски, я не встретил ни одного бендеровца, ни одного нациста, ни одного националиста. Никто ко мне ни разу ничего не сказал по поводу языка, на котором я здесь разговариваю. Наоборот, после переезда в эту страну я почувствовал себя свободным. После переезда из Белоруссии я перестал чувствовать себя как в концентрационном лагере. Я понял, что здесь можно не бояться публично высказать свое мнение. Я здесь начал дышать полной грудью. Вы посмотрите на украинцев. Они могут без визы ездить в Европу, путешествовать. Кто желает, может хорошо зарабатывать и жить с интересной жизнью. Здесь можно подать в суд на государственные органы и выиграть этот суд. Это просто невозможно в Белоруссии. Здесь есть свобода мнений, система сдержек и противовесов государственного аппарата. Чтобы организовать митинг и привлечь внимание к какой-то проблеме, достаточно просто сделать пару телефонных звонков. Россиянам и белорусам по телевизору говорят сейчас, что Россия пришла освобождать нас от нацистов. Якобы Россия хочет помочь Украине. Поверьте, Украина свободная, ее не надо освобождать. Для украинцев то, что сейчас здесь происходит, это Великая Отечественная война. Ракеты летят прямо на жилые дома, а не только на военные объекты. В дом, рядом с которым я с супругой еще недавно гулял, вчера прилетела российская ракета. Уже есть пострадавшие среди мирных жителей. Здесь погибло уже порядка 14 ни в чем не повинных детей. Мирные жители, у которых есть хоть какая-то подготовка, уже взяли в руки оружие. У кого этой подготовки нет или недостаточно, занимаются волонтерством, делают коктейли Молотова, блокируют вражескую технику и так далее. И это делает каждый, каждый житель Украины. Солдаты и офицеры, остановите это. Что лучше, уволиться и отказаться выполнять преступные приказы, или принимать участие в братоубийственной войне, в убийстве мирных жителей? Что лучше, отказаться брать в руки оружие, или идти на войну и быть здесь убитым? От рук самых подготовленных солдат, которые уже 9 лет готовились к российскому вторжению, здесь погибло уже порядка 9 тысяч солдат РФ. Примите правильное решение. Откажитесь от участия в войне. Это обращение из Киева для белорусских военнослужащих. 9 августа 2020 года в нашей стране захвачена власть. Вы и мы являемся заложниками этого захвата. Вас собираются сегодня отправить на войну, которую ведет Путин. Это никакая не спецоперация по деноцификации и демилитаризации Украины. Украина борется за свою свободу. Это великая отечественная война для украинцев. В 2020 году вам тяжело было сделать моральный выбор. Этот моральный выбор не поздно сделать еще сегодня. Вы знаете, что делать. Белорусы, военнослужащие Республики Беларусь, переходите на нашу сторону. Здесь тоже белорусы. Хлопцы, это не ваша война. Заставайтесь дома и все с вами будет доброе. При крайнем случае, когда вас все-таки загонят в Украину, при первой мощности сдавайтесь с полон. Украинские улады будут до вас ставиться не как до военно-полонных. Вы будете несмогчимость отримать политичный притулок в Украине, в любой краине Европы. На ваш выбор. Хлопцы, мы на правильном боку. Зарабите так само свой правильный выбор. Живе Беларусь! Продолжение следует...